26 мая в Красном Луче в общественной приемной Мир Луганщине с активной молодежью города состоялся круглый стол «Моя республика, моя страна». На соседании присутствовали руководитель исполнительного комитета Красноучского территориального отделения общественного движения Мир Луганщине Анна Малахова, заместитель председателя общественного движения Мир Луганщине Сергей Чупрын, начальник отдела информационной и внутренней политики городской администрации Марина Василенко. Также на встрече находились представители от детской и юношеской организации «Молодая гвардия», молодежно-общественной организации «Молодежь за мир» и от Ассоциации молодежи Луганщины. Сегодня мне хотелось бы услышать от вас, нашей молодежи, ваше мнение по поводу того, что такое патриотизм, что такое любовь к родине и что такое родина. Председатели от каждой организации давали полные ответы на заданные темы. Они разъясняли присутствующим, что такое государственность, Конституция и Верховный Совет. Раньше при Украине мы отмечали много праздников, но теперь, так как мы живем в Луганской народной республике, у нас появилось множество своих праздников, своих республиканских, которые мы чтим, помним и будем отмечать дальше в течение жизни. Самыми главными, как мы считаем, являются даты такие. 12 мая, естественно, день образования Луганской народной республики. 18 февраля – это день окончания Чернухина-Дебальцевской операции. 14 апреля – день жертв украинской агрессии. 6 апреля – день СБУ. И 28 апреля – день Конституции, что очень-очень важно. Основными признаками государства, я остановлюсь на этом моменте, являются такие вот пункты. Первый – это публично-политическая государственная власть, суверенитет. Второй – это всеобъемлемость, территория, народонаселение, аппарат управления, аппарат принуждения. Издание нормативно-правовых актов, что в нашей Луганской народной республике, создается. Налогообложение и наличие Конституции – самый важный момент. Исходя из всех этих пунктов, я смело могу сказать о том, что Луганская народная республика является государством. 18 мая 2014 года на первом пленарном заседании Народного совета Луганской народной республики была создана Конституция. Однако она была всего лишь опубликована 22 декабря. Изначально Конституция состояла из 86 статей, которые позже дополнялись и дополняются по сей день. Согласно действующей Конституции Луганской народной республики, является демократическим и правовым и социальным государством. А ее территория – единой и неделимой. Источником власти в Луганской народной республике является ее народ. Государственные языки Луганской народной республики – украинский и русский. В отличие от Украины, которая пытается вычеркнуть русский язык из своей страны. В главном законодательственном документе Луганской народной республики указаны права и свободы жителей молодой республики и основные функции органов государственной власти. Принятие любого закона или законодательного документа является свидетельством его становления и автономии. Создание же Конституции Луганской народной республики послужило фундаментом для создания новой независимой республики. И одной из государственностей является Народный совет, который был создан 18 мая. Это назывался Верховный совет. На первом созыве Верховного совета как раз таки и принималась Конституция. И принималась вся законодательная база Луганской народной республики. Первые выборы прошли на народных сходах из 38 городов и районов всей республики. Это считает всю территорию Луганской области. Было избрано от 108 до 124 депутатов. Но в процессе построения нашего государства, нашей республики, многие из депутатов ушли либо в ополчение, либо были арестованы украинской власти из тех городов, которые сейчас находятся под контролем Украины. Сейчас же состав Народного совета состоит из 50 депутатов. Депутаты избираются на 4 года. Народный совет Луганской народной республики занимается именно принятием законодательных актов, которые основаны на приближении и в дальнейшем интеграции с Российской Федерацией. Мероприятие заключалось не только в беседе. Члены круглого стола просмотрели видеоролики, созданные ребятами. Они учат молодежь и подрастающие поколения тому, что нужно помнить и чтить историю родного края, воспитывая патриотизм. Через века, через годы, помните о тех, кто уже не придут быть в основном. Не плачьте, в горлости жить и стоя, в море и стоя. На встрече также разбирали цитаты великих людей, которые направлены на мотивацию развития и здорового образа жизни. Ребята объясняли свое понимание различных философских высказываний. Если наша молодежь будет активна и будет принимать участие во всех сферах, помощи нашему городу, спортивных мероприятий и прочего, то наша республика будет процветать, у нас все будет хорошо. Молодежь – это лицо, да? Да. Пример для подражания. Да. Как мы себя покажем, так и будет развиваться наша республика. По окончанию мероприятия подытожили, что именно от молодежи зависит будущее Родины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова